Конец текущего года и начало 2024-го насыщены юбилейными и памятными датами – Днями Воинской Славы. По этому поводу в правительстве провели заседание Оргкомитета Победа. Присутствующие обсудили подготовку к празднованию Дней Воинской Славы, а также вопросы о вековечении памяти погибших. Наш с вами святой долг – помнить всех героев Отечества, рассказывать об их подвигах нашему подрастающему поколению, их имя и подвиг бессмертны и нужны. Нужны всему народу, как пример настоящего, искреннего патриота своей страны, герою нашего времени. Уже на этой неделе, 9 декабря, отметят День Героев Отечества. 27 января – 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда. 2 февраля – день окончания Сталинградской битвы, а 23 февраля – День Защитника Отечества. Памятные даты пройдут церемонии возложения цветов к Вечному огню. Вместе с этим свои мероприятия проведет общественная организация «Боевое братство». Вот сейчас мы в данный момент, в декабре, это у нас 11 число, начало чеченской кампании. Мы сейчас готовимся, да, будем 11-го проводить возложение, ну, как бы начало чеченской кампании. Поменем ребят, которые погибли. 25-го у нас ввод войск в Афганистан, 25-го. И 15-го февраля мы уже готовимся к 35-летию вывода войск из Афганистана. Также последние три года в Ульяновской области работают над электронными книгами памяти малых сел. По результатам этого года рабочая группа проанализировала 161 населенный пункт, где нашли более 13,5 тысяч имен участников Великой Отечественной войны. 10 тысяч из них были учтены на федеральном портале «Память народа». И, конечно, пополнение вот этого важнейшего для России информационного ресурса, которым можно на сегодняшний момент пользоваться из любой точки земного шара, имеет как раз то важное, нужное для нас значение. В декабре в школах региона пройдут уроки мужества, тематические классные часы с участием ветеранов боевых действий и локальных конфликтов. Кирилл Савосин, Марат Мигдеев, Управда ТВ.